Исследователи из Японии заявляют, что им удалось разработать искусственную кровь, которая подойдет всем пациентам. Ну, в общем-то, первая искусственная кровь, перфторан, еще в 70-е, 80-е годы 20-го столетия была изобретена. Если вы помните, тот разработчик советский, который это делал, был убит КГБшниками. Помните, КГБшники возбудили дело, якобы он там какие-то деньги куда-то замылил, и поехали вместе с ним на дачу, которая в 300 километрах от Москвы, с обыском. А потом заявили, а он решил на даче остаться. Ну, вот он остался на даче, его там нашли повешен. Так что эта тема искусственной крови, это очень странная тема. Все ей занимались, и занимались американцы, и занимались англичане, очень серьезно занимались, и занимались советские. И самое смешное, что вот эта тема искусственной крови, это тема также нахождения без аппаратов дыхания под водой. Потому что перфторан точно так же, как закачивался в вену, точно так же он закачивается и в легкие, и является носителем кислорода. И тогда не нужно дыхание, и человек без каких бы то ни было приборов и гидрокостюмов может опускаться на достаточно большие глубины, то есть до 300 метров фактически, представляете, то есть какой-то там железный костюм нужен. А это реально обычный человек в теле, в обычном мягком гидрокостюме, чтобы не замерзнуть, может опуститься и находиться там несколько часов. И всплывая, может не переживать, что у него там азот его порвет и так далее. Так что посмотрим, что удастся с японцами. Но такое ощущение, что над этой темой рок какой-то злой, который не пускает, или какие-то силы, которые не хотят, чтобы был вот именно этот прорыв. Я напоминаю, что в советский период самая закрытая секретная тема была, это я помню почему, потому что у меня знакомый занимался защитой секретов в печати. И вот была брошюра официальная, секретная тоже, ну естественно я ее смотрел. И вот в этой брошюре первая страница и первые пункты, что ни в коем случае нельзя допускать до печати, это все, что связано с подводным нахождением человека под водой. В том числе вот и с этой темой, с темой перфторана и так далее. То есть все подводные дела, все аппараты подводные, все это супер секрет. То есть все ядерное, там ракетное, это где-то там дальше, это не так важно. Первое вот это, вот это основное, это нельзя было допустить. С таким технологиям может быть в космосе без серьезного скафандра гулять. Ну не знаю насчет космоса и серьезного скафандра, но... Вампиры боятся, что их на искусственную кровь пересадят. Хорошая, кстати я бы и не подумал, да, вот очень хорошая тема. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!